Вот это засыпали водоохранную зону реки Самары. Не обязательно песком, грунтом, строительными отходами, производствами, ну различными отходами, производствами и потреблением. Улицы Степана Халтурина. Это место облюбовал нерадимый предприниматель. Сюда, к берегу реки, везет грунт и строительный мусор. Грунт отсыпается по всей протяженности поселка, возводится насыпь. Камазы ездят по дорогам через жилую зону, разбивают асфальт, шумят, пылят. Чтобы закрыть путь на площадку, въезд перегородили бетонным блоком. Сейчас вот, к сожалению или к счастью, мы не встретили здесь нарушителей. На виновных лиц накладываются административные штрафы и затем мы рассчитываем ущерб, нанесенный почвен. Он сейчас составляет примерно от 50 до 180 тысяч рублей. Местные жители нарушителей здесь видят. Камазы, говорят, шныряют на площадку постоянно, двигают бетонный блок и проезжают. У нас поселок стоит и устроен так, что ливневые воды стекают вниз. Сейчас это насыпь такой высоты, что вода задерживается на уровне улиц и не уходит. У кого-то в погребах стоит вода, где-то дренажная система засорена, просто никуда не уходит. Такая ситуация – серьезный ущерб экологии и людям. Полиция, природоохранная прокуратура, административная комиссия обещают проводить проверки в поселке Шмидта, выявить и наказать нарушителей. В Кировском и Железнодорожном районах во время таких рейдов были зафиксированы факты сброса мусора. Нарушителей удалось задержать. Именно благодаря видеосъемкам чаще всего удается привлечь к ответственности нерадивых граждан. Также в общем деле помогают активисты народного контроля. Валерия Макарова, Илья Овсяников, Константин Головин. События.